Карат. Порода кошек. Это одна из древнейших пород кошек. На ее родине, в Таиланде, с этой породой связано множество легенд, традиций и обычаев. Своё название кошка Карат получила от названия провинция этой страны. Там ее называют кошкой счастья. Считают священным животным, которое ни в коем случае нельзя продавать или обменивать. Можно только дарить. Кот и кошка породы Карат, подаренные молодоженам на свадьбу, сулят молодой семье счастье и благополучие. Флакаты с изображением кошки этой породы можно встретить в Таиланде повсюду. Они символизируют богатство и успех. Эти кошки являются неотъемлемой частью религиозных и светлых обрядов Таиландцев. Так, в обряде, посвященном дождю, буддийские монахи с кошкой Карат на руках обходят домашители и общины. Считается, что там, где хозяева наиболее радужно примут кошку, она растит землю, и это будет означать, что урожай этого хозяина не пострадает от засухи. В столице Таиланда, в Национальном музее страны, хранится рукопись 19 века, в которой содержатся списки пород кошек, приносящих счастье и несчастье. Карат числится среди тех, кто приносит счастье. В этой рукописи, с присущей высокую красоту речи, описывается внешний вид этой породы. Цвет кошки сравнивается с цветом темного облака, а цвет ее глаз – цветом рисовых побегов. Не менее поэтично местным названием этой породы – сисилат, означающая сравнение цвета с серо-голубым цветом семян фруктового дерева сават. Караты ревнивы и умеют дать это понять как своим партнерам, так и хозяевам. Не любят чужаков, но прекрасно ладятся всеми обитателями своего дома, даже с собаками. Они домоседы, не любят дальних прогулок и не выходят из дома без особой нужды. У кошек данной породы ласковый, добродушный и сдержанный нрав. Они не докучают мяуканям, подвижные гривы, очень привязаны к хозяевам, но не любят в доме ссор и шумных костей. Уход за ними несложен, короткая шерсть не нуждается в расчесывании. В Европе караты впервые появились в 1896 году и были представлены национальному кошачьему клубу. Однако первая выставка каратов закончилась дисквалификацией. Их приняли тогда за голубых сиамом. В 1959 году пару каратов привезли из США. Их привезли с собой супруги, много лет жившие в Бонконге и получившие кошек подарок от правительства страны. С того этого времени началась работа по разведению этой породы в Новом Сведе. В 1966 году порода кошек карат получила признание Американской ассоциации ICA. А в 1982 году прошло международное признание. В отвершую каратов Англию караты попали в Нов только в 1972 году. С тех пор порода завоевала любовь стран и континентов. Однако разведение каратов ограничивается строжайшими правами, согласно которыми паспорт могут получить только те представители породы, чьи родословно имеют корни от кошек, привезенных или проживавших в Таиланде. Вязка каратов с кошками других породы запрещена.